И только в камере ты можешь что-то увидеть, потому что только в камере у тебя ночное видение. Что-то типа вот этого. Я реально ощущаю все эти эмоции, наверное, как в этой игре. Все эмоции, как в этой игре, только это все наяву. У меня уже просто мысли, сейчас когда я пошел на первый этаж, увидел, не увидел все это, прочувствовал, уже мысли просто сдастся. Всем привет, друзья, меня зовут Тим Морозов. Вчера я отправился в заброшенную часть. Эту часть заброшенную еще называют Русской Припятью. Это очень большое место, очень много на территории заброшенных зданий. Есть военная техника. Не знаю, как объекты называются некоторые. Зашел в столовую, кстати, тоже. Думал, что она заброшенная, но оказалась не заброшенная. Да, часть не полностью заброшенная. Там есть солдаты в некоторых местах, есть КПП, которое не пропускает машины на территорию взлетной полосы и всего остального. Но если обойти вокруг, дойти до казармы работающей и повернуть направо, то, в общем, можно дальше пройти по местам, увидеть заброшенные машины. Они тоже огорожены, кстати. И тоже охраняются. Но есть места, где не охраняются и ничего. Просто заходишь в здание. Выглядит все очень антуражно. Реально напоминает что-то такое постапокалипсис. Колючая проволока. Очень интересно. Места некоторые сохранившись очень хорошо, но в большинстве случаев это разбитые здания, растасканные. Я провел в этом месте ночь. Я проверил два здания с помощью ЭМИ, походил с камерами и ничего не нашел. То есть, возможно, в других зданиях что-то и есть, я точно не знаю. Но в этой военной части я не нашел мистики. Просто ее тут нет. Я говорю, возможно, есть, но на этой территории, на этой огромной территории искать мистику ночью, но это тоже самое, наверное, что искать иголку в стоге сена. Поэтому на сегодняшнюю ночь я подготовил некий сюрприз, наверное, для вас. А для себя жесточайшее испытание. В этом видео, конечно, не будет мистики. Ну, будет лютый страх, который я подозреваю просто неописуемый. В общем, что я хочу? У меня есть камера, которая снимает в ночном режиме. Основная моя большая камера. Также есть много тоже ночных камер, которые будут снимать мое лицо. Но это не столь важно. Самая главная суть – основная камера и очень большое здание, заброшенное большое здание. Оно полностью разбито на вид. Я не знаю, что внутри. У меня там не было. Это одно здание, которое я еще не прошел. Я не знаю, что внутри, но по его состоянию, когда я его вижу снаружи, понимаю, что внутри там полный… Я думаю, что там нет полов, скорее всего. Торчат гвозди, мусор, кирпичи и все остальное. Я хочу пройти ночью по этому зданию, по этому двухэтажному большому зданию пройти ночью без света. То есть, мой путь не будет освещаться. Все, что я буду видеть – это экран монитора моей камеры. Для того, чтобы вы понимали, что я вижу, я повешу вот эту экшн-камеру себе на грудь. Иногда буду включать, чтобы вы видели подробно, что происходит как моими глазами, что я вижу. Я уже несколько раз был в таких ситуациях, когда выключался свет, я ничего не видел. Видел только экран монитора камеры. Какого-то отталкиваешься, чтобы что-то найти. Потому что монитор… Ну, монитор, смотрите, это так. Это лишь бы только ориентироваться по некоторым местам. Вот. Для меня это было страшно. Надеюсь, вам будет так же. Это… Сразу оговорюсь. Такие видео не будут постоянно. Это просто я хочу показать военную часть и некий эксперимент над собой провести. Может быть, что так удастся лучше заснять мистику. Потому что я буду идти полностью без света. Возможно, что-то увижу сам, если она есть, конечно. Но меня сразу смущали сомнения, что в военной части могут быть какие-то привидения. Ну, кто знает. Всякое разное бывает. Тем более, там город, он не полностью. Военная часть, точнее, поселок. Там стоят пятиэтажки, которые жилые просто обычные. В 12 часов ночи. Я начну съемку. Пойду совершенно без какого-либо света. Не считая экрана и монитора. В это страшное большое здание. Разбито. И, надеюсь, я пройду это испытание и будет все хорошо. Ну, чувствую, будет, честно говоря, мне лично. Лично мне. Будет очень страшно. Я уже знаю наперед, потому что я уже был в таких ситуациях. Это просто жесть. Субтитры сделал DimaTorzok В этом, друзья, я полностью готов сделать это страшное дело. По-настоящему страшное для меня, потому что ходить ночью по зданию, практически без какого-либо света, это такое себе удовольствие. Но и в то же время есть некий такой адреналин, который хочется преодолеть. Вот по военной части, кстати, здесь рядом КПП, там сейчас горит свет. Вот выезжают, бывают машины, и это здание вообще рядом. Сейчас я покажу свет, который горит на КПП. Его так себе видно. В общем, друзья, поехали сейчас. Пока горят фонари, здесь светло, хорошо, но в здании фонари горят не будут, и от этого как страшновато. Вот она стоит. Кто-то водит, может птицы какие-то. И так, я в этом здании не был специально для этого эксперимента. Надо пройти два этажа. Так, я уже ничего не вижу, только ориентируюсь, что в камере. Здесь есть маленький такой вход, как в камере хорошо видно-то. Главное, никуда не упасть. Блин! Так, доски подмыл. Так, все. Лестница. Блин! Вот это жесть! Так, лестница идет на второй этаж или на первый, наверное. На второй. Блин! Под ноги. Так, какая-то бочка. Я вообще не вижу ничего. А когда... Так, надо каждый раз смотреть. Так, здесь дальше ничего нету. Наверное, здесь видно в экшн-камере, как вот так все видно. Ничего не видно. Так. Блин! Вот это жестяк! Я оставался без света в заброшках. Но там было... Не сказать, что было не страшно. Тоже было очень страшно, но я светил чем мог. Блин! Наступил сейчас на эту. Здесь иду просто по стенам, как будто бы с закрытыми глазами. Вот единственный монитор, но он особо не дает четкого представления. Лестница без перех. Так, главное, нигде здесь не упасть. Не знаю, как-то еще будет попасть на первый этаж. А, она узкая такая. Моя нога почти на краю стоит. Она узенькая, узенькая. Сейчас, блин! Фух! Здесь каждый раз передергивает. Сейчас постараюсь снять. Она очень узкая, эта лестница. Просто жесть! Зат çocuğа... Там светильник, но оно ещё хуже становится... Или ли кажется? Так, из-за подоконника! Вот эта хрень! Блин. Второй этаж – это уже опасно, просто можно. Ям вроде никаких нет. Птицы, наверное. Попробую проверить, вижу дверь. Такой жести я еще никогда не делал, это просто трэш. Все скрипит, ничего не видишь, блин. Вот так, по-моему, здесь гвоздь. Аккуратно мне наступить на гвозди. Что здесь? Какие-то банки. Шпак. Шпакрил. На самом деле я не знал, что будет прямо так жестоко. Это я примерно представлял себе. Не думаю, что настолько. Объясняй, не видишь ничего. Просто ничего. И вот. То, что видишь монитор, он соответственно не соответствует объемам. Гвоздь. Какие-то машины тут ездят. Еще. Надеюсь, не здесь. Мониторность соответствует объему, поэтому ты можешь ошибиться. Так, гвозди. Ух! Попробую идти в глубь здания. Так, оттуда я пришел. Так, вообще не вижу ничего. Комната, одно окно. Вот оно дает маленький свет. Не знаю, в экшн-камере будет видно или нет. Потому что на улице горит фонарь. Ай! Блин, стола не заметил. Часто коснулся его. Вот это жерсть! Вот так случится, может вообще все что угодно. Можно просто провалиться на раз вниз. Наступить на гвоздь. Или просто ногу подвихнуть, встать не туда. И еще не понимаешь ничего, потому что черное-белое все-таки оно немного иначе. Как будто бы сейчас там шерохи были. Вроде мистику сегодня не ищу. Просто у меня как квест, но… Не использую никакого оборудования сегодня. Так, стол валяется. В эти моменты вообще жестоко. Когда ты ничего не видишь, в тот раз то ли ты дотронулся, то ли до тебя. Часто сейчас рукой промахнулся, чуть ли не втюрился в стену головой. Как будто бы крест. Здесь начинается какая-то хрень. Здесь, похоже, стена. Так, еще стекло здесь. Как я вижу, это вроде как лампы дневного света. Так, здесь выход-то есть? Вообще не вижу куда идти, блин! Так, по-моему, это стекло наложено здесь. Блин, вообще никуда не ступить. Я говорю, я здесь не был. У меня некоторое здание прошло. А вот в этом здании не был. Кстати, вероятность снять призрак вот так вот. Без свет. Блин! Опять вот так коснулся. Блин! Опять вот так коснулся. Возможно, реальный. Кстати, сам этого не ожидаю. Как будто бы тень пролетела. Там впереди сейчас что-то было. Это не может быть за меня. Чисто это не может быть за меня. Я не мог на таком дальнем расстоянии что-то повредить, что-то тронуть, чтобы там… Тихо! Тихо! О, что-то… Тихо! 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 О, что-то… Может, мышь какая-то? Я же говорю, в темноте есть моменты, когда с фонариком идешь, тебя все видят, все животные, то есть сейчас я услышал шевеление прямо на ваших глазах. Блин, так стремно сейчас, еще с другого места, и вокруг темно. Вот и заснял, заснял какую-то то ли мышь, то ли кто, если бы был до этого свет, я бы услышал звук, скорее всего, потому, что был бы свет, это животное бы убежало. В данный момент я не рассмотрел, кто это. Идем дальше, не было это реально жестоко, раз услышал и понимаю, что это не я, а вокруг темнота. Я не понимаю, что это, комната, не комната, камера сегодня стала моими глазами, просто в маленьком мониторе. И то нигде, не везде видно хорошо. Так, здесь тупик, надо пройти между этих дверей. Так, смотрим под ноги, чтобы никуда не провалиться. Вот тут сидит, а это просто как-то мусор. Длинный, страшный коридор, но вроде на полу более-менее чисто, это уже хорошо. Так, это лестница на первый этаж, как я понимаю. Так, это лестница на первый этаж, как я понимаю. Но я спущусь туда позже, сначала пройду весь второй этаж до конца. Здесь написано просто 37. Здесь представление было, как будто бы, если дверь открывается, будто бы за ней кто-то стоит. двадцать седьмой кабинет. Старинная стеклянная плитка, окно, я не знаю, что это еще называется. Так, вот здесь проход. Вокруг у нее можно пройти, ай! Опять об тумбочку. Здесь не пройдешь, за шкафом тоже не пройти. Только что он не встал на предыдущую комнату. Какая-то птица все поет и поет. Это первый час ночи, а ей никак не успокоиться. Ай! Субтитры сделал DimaTorzok Слышал сейчас звук, будто бы кто-то пробежал, может на улице. Так, это что за дверь? Это они наверно вели на какой-то балкон. Деревья так шумят. Друзья, я подумал, что кто-то пробежал, это деревья. В общем, что я могу сказать, что очень усиливается слух, очень сильно, когда ты идешь вот так в темноте, ничего не видишь. Чисто слышишь каждый момент. Это что такое? Это пакет какой-то с мусором, что ли? Так, еще комната. Камера не хочет, она все поймала. Фокус. Мне кажется, на первом этаже будет еще гораздо жестче, потому что там все, как мне кажется, более разбито. потому что с первого этажа носить всякие материалы, доски. И все остальное гораздо проще. Как я понимаю, здание потихонечку грабит мародера. Как-то я в камеру не вижу? Не вижу. Нет, надписи все убраны. Так, это снова на первый этаж. Тоже узкая, наверное, лестница. Какая-то другая. Так, это что за арка? Получается второе крыло. Так, это что там? Непонятно пока. Что-то мягкое стало. Песок какой-то. Кстати, можно будет. Начинается. Так, здесь главное не провалиться, потому что там как будто бы, или кажется так, щели прям… А нет, это не щель, это проволочина. Сейчас проверю. Блин, на краю стою. Сам того не ожидал. Там так на вид крепко. Лучше не стоит рисковать. Разбитый унитаз. Блин, что-нибудь пропал что ли? Угу. Блин, гвоздик. Начинается опять. Ай! Вот это жесть. Что-то немного промахнулась. Такая дикая полоса препятствий. Так. 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 Какой-то ветер. Какой-то ветер. Какой-то ветер. Так, друзья. Это вон. Я прошел сейчас весь второй этаж. Второй этаж пройден. Попробую пройти первый. Напоминаю, что это игру. Знаете, наподобие Outlast. Когда ты идешь у тебя, находишь батарейки. Блин, чуть не забыл опять на край. Пока рассказывал. Находишь батарейки для камеры. И только в камере ты можешь что-то увидеть. Потому что только в камере у тебя ночное видение. Что-то типа вот этого. Я реально ощущаю эти все эмоции. Наверное, как здесь надо пройти по краю. Все эмоции, как в этой игре. Только это все наяву. Это прям... Жесть. Жестокая. Ай! Не хватает только что-то найти. Вот если бы было еще задание какое-то. Что-то сделать. Но для себя я придумал. Просто пройти по первому и второму этажу. От начала и до конца. Так, вот здесь, да, у нас лестница? Угу. Опять узкая лестница. Без перил. Одно неверное движение. Можно просто упасть вон туда вниз. Оказаться там. Так что двигаемся по краю. Точнее... Нет, эта лестница пошире, чем та была. Та была очень узкой. Эта птица еще немного пугает за эти скрипы. Как будто она... У нее такой голос, такой звук, как будто бы что-то скрипит. Какой-то ящик. Сейчас я проверю, есть ли тут подвал. Что-то кровать, что ли? Тарелка какая-то. Как будто бы кровать. Фак. Подушки. Да ну нафиг. Может что это, шалаш? Выход на улицу. Я во втором крыле. Все, дальше двигаюсь по первому этажу. Подвала тут походу нет. Первый этаж – это конечно жесть. Не Lot. Опять. Тогда-то хватит! Здесь, походу, нет выхода, ну, блин! Так, чтобы попасть на первый этаж, снова подняться на второй, и по центральной лестнице спуститься. Блин, как я ненавижу эти узкие, тут еще полюменее. Так, надо найти лестницу. Так, подождите. Это… Здесь я была, и она была до, где-то я ее пропустил. Сейчас такое чувство, просто мурашки даже… Вспомнился мне сразу фильм «Искатели могил», где вход переставлялся, что никак не было, точнее, не вход, а выход. Было никак выход не найти, но лестницу я нашел. Здесь, по-моему… Или та же самая? Нет, 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 не может быть та же самая. Тоже самое. Блин! Как так-то я не понял. Как это так-то я не понял. Как это так-то я быстро оказался тут. Ещё не вижу ничего. Так, это центральный. Нет. Без света, конечно, это просто жесть. Или не было с китом. Так, запасной выход. Я не понимаю, как попасть на первый этаж. Или всё-таки было на другом месте? Черт, по-моему, закрытся. Что-то я совсем не загоняю. Что-то я не видел. Что-то я не видел. Или здесь? Что-то я совсем, друзья, запутался. Главный выход, если что, я знаю, где из этого места. Просто именно без фонарика. Когда ты идешь, ничего не видишь в камеру. Здесь, конечно, совсем другие ощущения. И теряется ориентация как-то. Просто я забыл, как я спустался. В данный момент пора. Получается, по правому крылу. А-а-а! Я думал, всё. Просто промахнулся. Я говорю, на раз-два. В общем, поторопился. Главное, не торопиться. Быть аккуратным. А то можно еще и ногу прокладывать. Как-то здесь я выхода не нашел вниз. Не нашел спуска. Просто немного запутался. Жесть. Жестокая. Когда становишься на пульт. Ой! На какой пульт? Так. Какие там скрины можно делать с моим лицом? Не помню прошлый раз про эту дверь. Так. 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 Здесь как-то спускаться на улицу. В итоге. И пробовать искать вход на второй этаж. А в другом. На первый этаж. В итоге еще есть ступенька. Сейчас немного не понял. Просто говорю, нахожусь в состоянии в таком стреме. Просто в жестоком состоянии. Очень сильно сам шумов раздаю, потому что я совершенно бывает не представляю, куда встаю. Я не могу постоянно смотреть именно на себе под ноги. Надо досмотрите вперед. И чтобы вам еще тоже видеть это. Стараюсь вылезти здесь. Посмотрим где можно пройти. Может там может заброшиться? Распахнуто окно, здесь я попробую. Залезть, да, несложно, чувствуется, что здесь гораздо жестче. Про это я и говорю, надо смотреть, маленькая ямка, в которой идешь как по минному полю. Вот это жесть! Я нахожусь примерно, попробую сначала, даже не представляю, как здесь идти. Так, каждый шаг надо контролировать. Это очень глубокая походу яма. Не сильно глубокая, но не маленькая. Отпираюсь о стену, потому что я вообще не представляю, куда вставить. Так, ну я пошел. Ох ты ж! Это просто какой-то новый вид экстрима. Так, это кем-то построено, я не понимаю, как мостики или что. Не достать! На камере вроде как близко, но насколько спустится, она еще шевелится. Да блин, она под углом! Я уже просто мысли… Сейчас, когда я пошел на первый этаж, увидел или не увидел все это, прочувствовал, может, мысли просто сдастся, чтобы сдастся. Потому что это же чисто жесть. Это такое испытание, что просто нет слов. Казалось бы, что мистика страшная, но реально у меня уже седьмой пот просто слезает, слеза появляется. Сейчас как из острова безопасности, какой-то небольшой пол нормальный. Такое приключение, конечно, я никогда не забуду, одному ночью без света по разбитой заброшке. Ладно, она бы еще была как бы нормальная. Так, что это за шубы? Блин, выглядит, конечно, за стремно. Тоже арка какая-то. Не упала бы она, блин, вот это жесть, честное слово, ребята! Надеюсь, вы потерете вместе со мной, потому что здесь без вашей поддержки, это просто жесть. Я не знаю, делал ли кто. Какие виды все стрёмные, это просто жесть, тоже смотришь на этот угол, просто не знаю, как из самых страшных фильмов ужасов, такой вид, мне сразу вспоминается очень сильно фильм, первая часть «Искатели могил», «Искатели могил», «Искатели могил», «Искатели могил», «Искателей могил». Я даже сейчас не понимаю, куда я зашел. Так, еще одна дверь, сейчас еще заблужусь, выхода нет? Сейчас такое чувство было, что справа кто-то шипел, как змея, знаете. Я вот не знаю, могут ли в этих зданиях водиться змеи, но чистый был какой-то… Блин! Так, всё, вроде понял куда идти. Конечно, не хватало бы тут ещё и змей, для полного счастья. Это был бы ацетский аттракцион, он так недалёк от такого названия. Она прогинается. Сейчас пойду по мосту, который шатается. Ай! Так, а выход с какой стороной? Да, блин, что-то я вообще потерялся, я вот чисто потерялся. Вроде надо идти по коридору, вот так, арка, надо идти вперёд. Попадом не проваливается. Фак! Вот это жесть! Вроде здесь подвала не было, если что. Так, это сейчас отблизь был. Наверное, моя камера там бликовала. Сейчас показалось, что здесь из-за этой краски или что-то выпирает из двери. Как будто кто-то подсматривал. Ай, блин, всё, походу дырка сейчас бьет. Нет, всё нормально, здесь просто всё сгнившее напрочь. Палый ламинат, а не ламинат, а линолеум. Какая-то парта. Блин, не достать, не достать. Так, я иду сейчас обратно и в другое крыло. Полоса препятствий. Я думаю, здесь днём трудно ходить, не то что ночью без света. Каждый раз, когда что-то ниже, прям пипец. Ах, больно. Она, короче, в наклоне, эта доска. Не постараюсь пройтись по этому катающемуся бревну. Нормально вроде. Вот здесь, короче, угол. Сначала дерался руку за эту, потом, получается, ты думаешь, она здесь, стена, а сам проваливаешься. Это просто жесть. Что это за… Какой-то звук был впереди. Вы бы знали, как мне жарко сейчас. Это просто… Я не знаю, сколько я сказал сейчас на сегодняшнее слово «просто», но на самом деле… Какая-то здесь такая жесть лютая. Это что такое светится? Какая-то железная ерунда. Сильно пыльно, дышать нечем. Так, а где-то был вход на второй этаж. Сейчас я проверю. Так. Здесь какое-то стекло или не стекло, я не понимаю. Похоже, да, стеклянки. Зачем туго. Ну я купил клипы. Что это за комната стоит? Ох, стремная комната, просто не ничего нету, какой-то чуман. Сейчас и дверь тогда закрывается. Это будет, конечно, жесть, а может она закрыться? Довольно тяжело, сначала подумал, может быть, есть какой-нибудь подземный вход, это же все-таки военная часть и вдруг между всеми домами. Типа проход, но оказалось нет, в принципе, как мне кажется. Распитание пройдено, пора выбираться. Передаю свой челлендж кому-нибудь другому, у кого есть ночная камера с ночным видением. Осталось только выбраться, дело за малым, найти только где. Честно, я хочу отсюда уже просто ломиться, а сам, в принципе, не знаю, где нахожусь. Я думаю, вряд ли я вспомнил, где я залезал. На любое свободное первое попавшееся окно, из которого можно вылезти, например, там, я не понимаю. Я, наверное, пройдусь еще, пойду. Это, конечно, жесть. Он так гораздо быстрее идти по краю, чем он там. Но край иногда заканчивается, и хорошо, что это на первом этаже. А он не заканчивается, это и просто яма была. Блин, так реально поломаться просто в общий на раз. Так что, друзья, не стоит повторять, выполнено все профессионалами. Микрофон попадает в кадр иногда. Опять провалился. Каждый раз это просто взрыв. Для меня именно организм весь взрывается и прошибает просто на пот. Сразу, моментально. Ты падаешь и думаешь, что все, но ты не ожидаешь этого. Двери какие-то нет. Ай, блин! Я, короче, утонул-ка. Я, короче, утонул-ка. Ногой. Я не знаю, что там за вода. Нога полностью мокрая. Охренеть! И дверь открылась. Теперь, друзья, точно собираюсь идти в машину. Потому что, собственно, провел я такой эксперимент. Под конец провалился под воду. Хорошо одной ногой. Не всем телом. Так, куда выйти-то? Я не понимаю, где я вообще нахожусь сейчас. Как я сюда зашел? Где, собственно, выход? Я вышел на другую сторону. Там говорит КПП. Сейчас я перейду. Какие-то громкие звуки. Я не слышал, чтобы здесь проезжали поезда. Не думаю, что здесь есть железная дорога, а была похожа на гудок. Так, собственно, жесточайшее место. Само-то по себе невозможно обычное здание без мистикой, без призраков, с мышами или с какими-то животными, которые вы сами видели на камеру, которая была в начале. Но когда делаешь именно такие вещи, проходку без света, чисто весь свет в этот экран монитора, это, конечно, жесть. Просто лютая жесть. Я вспотел, пробивал он меня на пот. Я не знаю, сколько раз, каждое падение. Такого я еще не испытывал никогда, даже когда были призрачные моменты, когда что-то где-то стучало. Стучать, как говорится, может что угодно, как вы сами видели. Меня это даже не совсем напугало. Даже без света я стоял, меня не совсем напугало. Какая-то там лягушка, не лягушка, мышка, не мышка. Я не знаю, кто там, я так и не рассмотрел. Но когда ты идешь, ничего не видишь и падаешь. У меня целая куча эмоций. Я просто переполнен эмоциями. Я очень, так сказать, рад, что я сделал такое. Это что-то необычное и мне очень понравилось. Но я говорю, опять же, такое, возможно, еще когда-нибудь будет что-то подобное. Но я не буду это делать постоянно. Так что сейчас многие напишут, что это уже не тот контент. Мы хотим призраков. Просто я заранее объясняю, что это экспериментальное видео, просто для разнообразия. Все-таки военной части. Очень хотелось ее показать. Ну и испытать не только, как сказать, не только красоту некоторых моментов, но еще испытать, как всегда, страх. Поэтому пришло такое решение снять такое видео. На этом, друзья, все. В принципе, я дошел до машины. Всем пока! Увидимся в новом мистическом видео! Субтитры сделал DimaTorzok